А с какой стороны стреляют? Каждый раз по-разному, поэтому тут так точно сказать не можно. С стороны Широкина, грубо говоря, как и идешь Широкина, вот так вот так. Оттуда там с одного дома, то с другого дома, то там из кустов, там с посадок, там все остальное. С позиции своих тоже утеплено. Во-первых, у нас, мы еще, как говорится, придемемся в Минске договоренность. У нас отведено все тяжелое вооружение, а со стрелкового оружия бить на нем смысла особо нет. Ждем, ждем, пока может что-то изменится в Минске договоренности. Что, например? Мы, может, будем обратно сюда притягивать тяжелое вооружение. Вы думаете, уже настолько обострилось, что пора? Ну да, пора. Давно еще пора будет. Будем ждать. Конечно, стреляли. Работают с их стороны постоянно в последнее время. Минеметы, стрелецкое оружие. Так что вот так вот. Ну, что-то еще было в ночи. Ну, что, обстрелы постоянно начинаются с 7 до утра. Днем более-менее тишина, ночью подходят близко к нашим позициям, обстреливают. Хорошо так вот. Потери есть у вас? Потер, слава богу, нет пока. Подготовились за это время, за перемирие. Сейчас, по-другому, пока нет. Не знаю, что дальше будет. Пока слава богу. Были провокации. Подходили близко. Пришлось ответить. Ну, ушли как бы. Я понял. А вы можете показать, откуда именно стреляли, насколько вот ревенсивно было? Я думаю, да. Они подходят к первой линии домов. Мы контролируем вот до этого здания. Наши позиции. Там уже все сепаратисты. В целом ситуация сейчас находится под контролем. Военнослужащие стараются не поддаваться на провокации. Террористы уже не скрывают своих намерений. Днем они выдвигаются на позиции, открыто, не таясь. Значит, подвоз вооружения, боекомплекта. Перемещается техника, личный состав. Разворачивает тяжелое вооружение. Минометы. То есть, все приготовления делаются для того, чтобы ночью активизировали. Террористы. 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 Продолжение следует...